Личный подвиг святого равноапостольного Николая Японского и его духовное наследие особенно востребованы сегодня для всех думающих и неравнодушных людей среди тех, кто стремится продолжать евангельское благовестие. Миссионерский отдел Санкт-Петербургской епархии организовал конференцию, посвященную святому. Встреча прошла в крипте Казанского собора. Конференцию открыл председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии священник Николай Свяченко. Эта конференция стала уже традицией. Мы каждый год вспоминаем святителя Николая Японского, просветителя Японии, выдающегося православного миссионера. И на каждой конференции мы традиционно не только говорим о каких-то миссионерских успехах и методиках, используемых святителем Николаем Касаткиным, но и для иллюстрации той культуры, в которой жил и миссионерствовал, вел свою пастырскую деятельность святитель Николай. Мы слушаем японскую музыку, мы читаем стихи, посвященные Японии, знакомимся с культурой и отчасти с той религиозностью, с которой пришлось встретиться святитель Николай тогда, когда он оказался в этой стране во второй половине XIX века. Святитель Николай Японский в миру Иван Дмитриевич Касаткин, миссионер, основатель православной церкви в Японии, самостоятельно изучал японский язык, культуру и быт японцев. Отец Николай перевел на японский язык священное писание, другие богослужебные книги, создал духовную семинарию, шесть духовных училищ для девочек и мальчиков, библиотеку, приют и другие учреждения. Издавал журнал «Церковный вестник» на японском языке. 30 марта 1880 года в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры Херетонисен воепископа. Переоценить наследие святого невозможно. Особенно сегодня нам просто необходимо осмысление его подвига. Актуальность жития и наследия святителя Николая Японского на сегодняшний день важна, потому что есть определенные схожисти в жизни российского государства в то время и сейчас. Ближе к концу периода его служения, святителя Николая, возникла русско-японская война, в результате которой происходили события, связанные с переживанием его относительно этой ситуации. Так как он фактически создавал часть русской православной культуры в Японии, которая выразилась сейчас в существующей церкви, на тот период времени возникли достаточно много сложностей, которые он разрешил механизмом своей любви к своей пасти и к своей родине. Отказался от служения в тот период времени, когда была война, и поручил своей пастве молиться за свою страну, а сам удалился и молился за свою родину, потому что с ней у него была связь. «Кому придется идти в сражение, не щадя своей жизни, сражайтесь не из ненависти к врагу, но из любви к вашим соотечам». «Любовь к Отечеству есть святое чувство», писал святой равноапостольный Николай Японский. Сwrite «Любовь к Отечеству» Продолжение следует...